вот это я понимаю вот это класс больше огня больше взрывов это же оборона разрушителей мать вашу вот так вот ты смотришь перпетус play меня зовут саша играем средиземье тени войны как обещал ща будет оборона разрушителями я постарался сделал все вообще шоколадно есть даже очень такие интересные ребята будет все класс если они будут взрывать потому что я каждой каждой собаки дал по бомбе и вот этой собаки и вот этой вот в жопу востунул бы эту бомбу но все же рассчитываю на твой лайк если тебе понравится если в принципе нравится средиземье и ты хочешь чтобы она дальше выходила через день как обычно в общем потому что все зависит от твоего взаимодействия для ютуба это важно а следовательно это важно и для меня потому что хоронить канал я вовсе не хочу вообще также еще очень важная ремарочка как я говорил прошлой серии по средиземью так и в этой повторю если тебе хочется в любом виде под любом под любым соусом попасть в какой-то мере на канал передача приветов поздравления с днями рождения какой-то пиар своего собственного канала что угодно делай видео по игре в которую я играл а это очень легко вычислить на вкладке плейлист и выкладывайся на канале давай мне ссылку на почту а почта моя будет в описании этого видоса и все наберется несколько хотя бы видео естественных всех посмотрю сделаю компиляцию что-нибудь такое интересное конечно же хотелось бы чтобы видос был особенный чем-то особенно если тебе хочется чтобы люди перейдя потом по ссылочке которая конечно же оставлю в описании того видео на твой канал чтобы они заинтересовавшись перешли и увидели чего-то подобного еще а вот так что дерзай но у проблем я только за если тебе это поможет потешить свое самолюбие или просто попасть на канал или просто в рамках продвижения твоего канала под любым соусом я только за насчет обороны разрушителей ну начнем с того что вот такой вот у нас предводитель я его решил не портить потому что у меня на него есть планы во первых он потрясенный хозяин но такое знаешь надеюсь этого не случится я ему дал достаточно крепких ребят но все же в рамках сетевой арены это не скажется тем более что у него огромная сила толстожопость и все короче как я люблю за исключением долбанной прокладки но ничего страшного а также вот разрушитель который разрушитель я ему думал сперва дать легендарность а потом подумал как же будет классно если он переживет обороны и на сетевой арене станет легендарным но это конечно мечты мои но все же у него тут конечно такого еще есть навалом говна но я в него верю потому что разрушитель разрушитель не может быть разрушителем разрушителем просто так а также идет вот этот парень мастер огня и опять-таки кстати а высшего наездника я могу поменять нет а победителя если ему дам не это заменит мастер огня не хоть кто-то должен быть мастером огня победителей кстати много победители по жизни и так разрушитель цепной который в принципе тоже неплохо толстожопость ему не смог заменить хотя хотел чтобы он не было столь неубиваемым но я думаю не беда душегуб неплохой такой парень очень даже прям тотал тотальный разрушитель вот то что надо конечно же со своими минусами как всегда вот этот крендель с конечно же защиты от проклятий которую невозможно поменять это бесит на что ж поделать зато я ему всучил высшие огненные бомбы и на том спасибо и зверюга но я не мог не поставить зверюгу потому что даже с учетом того что он истеричный хозяин него огромная сила толстожопость и он в принципе является скажем так но последним оплотом надеждой разрушителей если они не будут разрушать а будут отхватывать исключительно также интересные парни такие как брошенко потому что у него тут и высшие бомбы и мастерство огня и я по хорошему думаю что высшие бомбы будет распространяться на вот этот вот навык а мастерство огня на огненное оружие то есть на на огненное на метание огня и возможно бомбы хотя вряд ли вряд ли то есть получается так но я это так вижу если я не прав напиши в комментариях ну я считаю что вот эта хрень к этой хрени эта хрень вот этой хрени и никак иначе не хватает ему кое-чего но я же говорю изюминка в нем есть поэтому а защищает вот этого пацана и также вот этот крендель который в принципе призван не сдохнуть по-хорошему но и опять-таки последняя надежда несмотря на обилие минусов которые у него есть да и вообще он выглядит какой-то обдолбанный об сос классическая соска насчет соски вообще отдельный разговор я недавно узнал что это оказывается я живу в той реальности когда некоторые девушки считают это но рассматривают это как комплимент то есть ну ладно почему бы нет но это недавно скрылась также есть пацан которого я никуда не приткнул поэтому поэтому просто-напросто его можно сделать телохранителем талиона или нельзя а ему не могу отдать приказ класс шикарно почему не знаю и вот это вот которая сказала мне ну или талиону горит иди в жопу не хочу не пойду на галеры может быть потому что он некромант а может еще почему он же некромант короче до хрена у него воли силы воли и вот с этим что творится я не знаю но не могу с ними через дядь я его сюда выставил а могу только разве что ну нет я не могу даже ему отдать приказ вот вот никак не нашу чё хочешь дело с ним никак не получается к сожалению в общем еще посмотрим орки здесь настолько соски что они не могут в моем понимании соски я не знаю что они не могут даже напасть на крепость покуда то ли он не даст отмашку покуда он не разрешит но он разрешает такой вот у нас то ли да я уж все-таки добавлю огня 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 и еще раз огня я вообще рассчитываю что огня будет просто дохера лишь бы не получилось так как с укротителями там получилось в общем это надо видеть это надо видеть это надо это надо видеть плакать подушку и все и видеть начали я очень сомневаюсь что тебе от справиться потому скорее всего будет еще одна оборона потому что должны же они дойти хотя бы до 2 или зайти немножко за вторую линию обороны придет день и ты покоришься власти кольца пусть это случится не сегодня это крепость принадлежит у рукам а не человеком которые играют войну да собственно обороняющие крепость орки которые сейчас будут орать за саурона за светлого властелина там вот это за все они тоже как бы они особо думаю что она принадлежит человеком мне кажется не каждый из них вообще понимает что то ли он человек или понимает только если какая-нибудь тварь лишит свалить то есть испугается и начнет отступать только в этом случае а также конечно же я не могу не завербовать этого дракона потому что какого хрена и да то ли он не умеет сажать дракона либо потому что здесь у нас отсутствуют посадочные полосы либо потому что у талиона с вождением драконов ну мягко говоря проблема пожалуй я этого дракона нахер убью так не доставайся же ты никому вот а стрелы так так и остались нет уже исчезли хорошо кто у нас здесь прорвался давай посмотрим трое на трое а что это за такое я могу вообще посмотреть поближе нет нет на него ему а как хотел сказать что то ли он у насрать на него но нет выше призыв грауга внимание вопрос где-нибудь здесь поблизости кто-нибудь видит грауга хотелось бы сказать а он есть но нет него и близко нет так бомбы кое-какие есть но по-моему это не от разрушить ли от наших должны должны были быть огненными хотя не у всех на знаешь они и без этого справляются неплохо хотя что-то где-то огонь какое-то какие-то взрывы есть что-то взрывается но вот так минус голова любителя порки дальше тот парень умер без почести и хрен бы с ним а этот смотри-ка обстреливаемый меткими стрелками он все равно остается живым может быть хотя бы лысо его в жаре то огнем как же расстраивает что ему достаточно выйти из круга и они его не трогают ситуация с обратным веем ты посмотри как он еще и вламывает а да у них ни у кого практически нету толстожопости но это же не значит что надо так отхватывать от гребаного копьемета да тут уже кстати кавалерия поспела вот 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 наконец-то хоть что-то похожее на взрыв мать и я но мне это нравится они вроде как даже бросаются огнем кому-то даже устроили токсичное пламя и он сгорел сущий потрох скача же будет обстреливать ну и правильно так и я вообще-то вербовал уже этого дракона но он каким-то хим хером сбил то ли он хотя то ли он сидел на где-то тварь вообще-то ли он сидел на крыше не должен был упасть так просто но видимо он как бы перенесся но чуть-чуть на сантиметрик а потом кто-то сдох и вот такая движуха по движуха пошла факел как же он факела все даже башка не горит так слышишь я тебя сейчас убью где это сука да там уже первый наш падает он сбежал кто видел он сдох или сбежал что с ним было эх и вот двое наших уже истекли кровью но один почти один уже да и в принципе 3 ждет такая же участь но он хотя бы взрывается на без рассудный все-таки помер конечно безрассудный шлеме и без брони да ну и последнего тоже туда же подорвалась такие ищейка это замечательно это просто зашибись кстати знаешь что есть еще один вариант тебе получать принять участие в жизни канала сделай там кутаем кодами подборку своих наиболее понравившихся тебе моментов и лучшую я прикреплю к этому видео то есть комментарий будет закреплен помимо моих тайм-кодов в описании видео будут еще и твои если у тебя есть такое желание так мне надо срочно восполнить жизнь а я его убил на ну бывает такое бывает дали он сорвался ладно за за твой счет сегодня бухаем за твой счет я не понял куда он побежал виде он видимо он решил что все тут уже выиграно или у заметил что парни бегут ломятся и сейчас захватит тут точку видимо решил может быть тем парням помочь да мне нравится ваше рвение пристрелить талиона ну и хрен бы с ним клык и щейка до туда ему и дорога вообще ненавижу дракон помогает дракон помогает хотя я этого не планировал но он особо много урона не нанесет капитаном хотя . неплохая была бойня знатная все класс вырыватель костей из жопы этот форт парни будет наш да 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 конечно обязательно истребитель хотя бы истребитель хотя бы не сраная щейка которая падает мордой в говно сразу же так вот здесь сейчас будет мощная расправа слушай пока он ночи стреляет а это очень мой дракон или нет вроде мой неплохо жжет но это добавляет лишь антуражу и замечательно давай-ка посмотрим лучше с вот этой вот позиции так его он косил под некроманта фу таким быть кстати а доводилось ли тебе когда-нибудь лицезреть некроманта не высшего и не легендарного я вот честно говоря копаю щас памяти не могу вспомнить так слышь ты рогатый властелин ну правильно правильно все в принципе закономерно потому что может быть лишь один властелин да что же вы посыпались атака и лапа моя лапа где эта сволочь стой стой мать твою что ты сказал я в тебя зарежу по-любому вот так даже в нападающей стороне были разрушители ты посмотри как они в том ловят а и отправляют на тот свет но сдохни уже сдохни все чик вот так то ли он просто переступил через вот рук них и насел даже голову отрезал она просто взрезал по шейке чуть-чуть провидец мордой в пол наемный убийца конечно так его значит эту точку они не захватили а что же не так посыпь внезапно смотри-ка слушай разрушители показывают себя даже лучше чем зачем кто кто бы то ни было чем укротители чем командиры умнички давай еще и мне понравилась бодрости мне понравились взрывы да их должно было быть в моем понимании в раз десять и так больше потому что у каждого гребаного орка мины бомбы огонь и рвение так кстати да я практически забыл за этой сей серьезно за этой сесть штуковины значит в этого в призрака и в дальний бой за них голосовали поэтому вкать и вкатим именно туда и сюда кстати одни из самых прокаченных получается веточек это вообще будет сотка до юбилейная скажем так почему бы нет по десяточки так чтобы никому не обидно было замечательно все выходит на самом деле я даже и не думал что они так хорошо справятся просто найс было бы неплохо конечно чтобы нападающие были тоже адекватные а то есть больше сотки не разовьешь о как ну такое дело текущий бонус 40 единиц что ж знаешь получается призрак все выпадает на будущее ну ты чё других веток хватает несмотря на то что перки сыпятся просто как из рога изобилия каждый раз какая-то у меня есть любовь круглым числом не знаю мои личные кит приколы давай еще жаль нельзя затрахать орков до такой степени чтобы они пошли в атаку маньяками легендарными всеми высшими хотя бы но видимо нам нас одна . отсутствует ну что ж посмотрим что будет с остальными принципе там парни были неплохие и даже не то что принципе они очень даже были неплохие они там положили тучу народу тебе уже больше от призрака чем от человека но твоя воля все еще не моя я сделал все что сегодня ты потерял чтобы сегодня ты потерял свою жизнь кстати а какого хрена с ним разговаривает это эльфика стали вообще вот сейчас то есть как это интересно или это она не с ним говорит а просто что-то как бы где-то говорит а мы слышим это от али он не слышит и все остальное да парни да но эта точка конечно же будет захвачена быстро грёбаный дракон сука без я думаю может даже подыграть его развалить ворота самостоятельно они от огня от пламени взорвутся нет да но теперь им типа будет легче до прорван прорван ради бога сейчас я дожгу этого дракона чтобы мне не пришлось его вербовать все а этого сейчас прикончат лучники в общем смотри как четко это горит а ход ну и замечательно . потеряно ожидаемо конечно олену прямо в мозг посылается сигналы мудрый наемный убийца еще одно усилие и мы возьмем этот форт а вот хрен тебе но хотелось бы чтобы они дошли до разрушителя разрушителя которые разрушитель в общем хочется чтобы они до него дошли чтобы посмотреть на него в действии и кстати да тут у нас о ложке уж их немного но все-таки они есть в ужасе надо же но не дайте ему уйти тогда сожгите его взорвите его оторвите ему лапы и стоять тебе еще не оторвали лапы ты чё парни замочить его в самом деле камера не знаю даже с какой стороны подойти были но я же говорю что такое буду делать да до свидания все-таки кокошник больше подходит а логом мне кажется орк с кокошником но не так крут смотри-ка а это сломанное до сих пор живет ну ничего сейчас его порежут где же дополнительная орочь это орда где же вот это все очень жаль что тут нету элементов я вообще не приверженец тактических стратегий масштабных таких где миллионы прямо этих самых миллионы на сотни тысячи юнитов присутствуют на поле брони но вот здесь признаюсь честно мне бы очень хотелось увидеть хотя бы что то похожее на то что творилось в кино первой трилогии особенно когда они брали города то здесь городишко поменьше это тебе не мина стирит но мать твою я же и не требую десятков тысяч орков мне хотя бы пару сотен было бы зашибись чтобы они стояли там под главными воротами я просто понимал что это такая орда которую вот так просто в одно рыло талионам не за не завалить не осилить царик они все сен синхронно упали а то держались так подожди кто это у нас здесь отступает все отступающее будет убита извини взрывной но твое время вышло взрывной разрушитель разрушен секундочку а кто это у нас такой здесь а что это такое да подожди он же сейчас уйдет чистый сдохни уже безмолвно да твою мать все он ушел уже я его потерял нет ну собака тебе не жить что я сделаю да просто тебя зарежу и все передавай пример привет всем наемным убийцам кстати турнир наемных убийц что стало удивительным для меня хоть и не там были и достаточно редкий я отобрал прям элиту наемную но это было одно из самых классных зрелищ средиземье за последнее время кто воевода разрушить колен клином вышивая на значит и сразу же ему настреляли в голову ну ну вперед хорошо повоевали слушай ну там и наши конечно замочили но такс кажется эту точку они тоже осилят я уже вижу как орки приходят я рассказываю то ли он сука то ли он ты стоял и смотрел как я умираю как я истекаю кровью ну так теперь не обижайся даже мне кажется или он прошлый раз тоже умер а я его не воскрешал даже и он умер заново или это был кто-то другой мертвое солнце узнаю тебя в гриме оторвал рыжику берсерку мародеров кукушку и правильно хоть кто-то здесь у нас разъявлен воевода разрушитель сдался так быстро ну как сдался он сейчас учет там пернул после своей смерти но это не на что не повлияет и вот мертвое солнце даже кое-что делает кое-чем разбрасывается кое-что взрывает это замечательно да 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 отлично замечательно просмотреть мертвое солнце практически в одиночку справляется и отрывает башню второму арку это просто охренительно умничка и щейка да сам бог велел ему башню оторвать просто гранату в нее и выброси в зрительный зал вот так он посмотрел он самый мой любимый разрушитель жжет разбрасывается бомбами и отрывает бошки просто умничка он делает он делает эту оборону обороной разрушителей посмотри посмотри они бесятся потому что знает кто он такой вообще умничка блин просто молодец эх руки как же вы могли меня так подвести а слушай я даже даму второй шанс сейчас насрать на эту точку я даму сейчас второй шанс чтобы просто насладиться его мощью не останавливайся форт почти у нас в руках а сейчас такс о паньки секундочку товарищ что-то там в этом смысле подождите но ты конечно молодец но головы ты лишился час 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 мертвое сердце сейчас я знаю ты проявил себя я должен я просто должен давай талион да 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 я знаю ты заслужил ты умница просто чё это такое нахрен слышу засунь тебе этого карагора в жопу просто так черное сердце сейчас им покажет мертвое солнце ну давай чё там соломки не постеление что такое талион эх так надо бы жизни где-нибудь граммовержец да хер бы с ним отлично умнички молодцы так но я вынужден пополнить себе здоровье за счет этих урюков вот как мы тут вас то порвали а где мое солнце то почему его не вижу здесь он убивает даже невидимый а вот он найс да вот это я понимаю вот это класс больше огня больше взрывов это же оборона разрушителей мать вашу да сука не знаю почему мне это нравится ну потому что наверное это выглядит ахнительно потому что это хотя бы иллюзию создает вот этой вот знаешь баталий до льющий кровь да прольет свою кровь как же классно что здесь еще про поливает огнем драконище это просто класс рогатый сейчас конечно же свернется он бегает я не знаю чего у него вообще в голове почему он бегает и нихрена не делает разбрасывается своими орками и сейчас закономерно сдохнет охереть знаешь а я вот и не побрезгиваю поднятие мертвое солнце обратно рогатый перед смертью отрывает башню командиру мастеру оружие замечательно итак ребята мертвое солнце делает все что может рвет там все людоеда замочили а нехер людоедству бой ты посмотри как разошел старогатый а под конец своего жизненного пути так секундочку встать и даже не секунды не жалею об этом что отошел от своего принципа не вмешиваться в их потасовки так надо бы и жизни как-то поднять да парниш поделишься а вы ребят хотите нет во спасибо очки ну и ты тоже во то ли он дал то ли он взял что такое новых не приходит да слабаки по моему мертвое солнце заслужило себе место во второй линии обороны дорога ты конечно делал все что мог но он далеко не так крут как мертвое солнце сука как же бесит что вот у них прошита не трогать тех орков которые нахрен вышли из круга да извини рогат сейчас будет взрыв пашка хозяин как же тогда подумал пашка вот вот этого и побольше пашка подорвал рогатый подорвал да посмотри просто стоят и ничего не делают просто потому что она не в круге это как на хотя нет мертвое солнышко мое все-таки поливает огнем и время от времени забрасывает огненными минами бомбами заводчи его ни хрена себе вот так молодец люблю тебя тебя убила мертвое солнце косвенно но все-таки ну и этого слабака да принципе мы осилили это было на из еще даже лучше чем в первый раз наша оборона понемножечку сыпется а изнашивается расходуется орочий ресурс идут под откос все кто попадается на пути завоевателям но она нахрен того стоит мертвая мать твою солнышко моё иди наверное будешь защищать вот его да а кто там еще его защищает ты и ты да ты наверное станешь на оборону вот ему да потому что он бедный несчастный один а ты 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 никуда ты туда ты сюда ты сюда а тебя могу дать о так он все-таки являлся моим телохранителем несмотря на то что вот тут у него ручка не висела над головой и в общем он проглючил но я же помню что его делал ну пускай будет моим телохранителем окей я не против ну все это все что есть хотя подожди а я промахнулся и ладно хрен с ним я хотел посмотреть могу ли я его убрать нет по-прежнему он говорит алион окей кто спрашивал чем крутые некроманты вот хотя мне кажется это не связано с маньяками другая тема маньяки они тупо редки тупо редки ну они еще у них есть такая фишка что когда маньяк вот допустим в локации находится ты его не трогаешь а просто допустим либо талиона люби убивают либо ты по этим прыгаешь по точкам пропускаешь время то маньяки они немножечко чуть-чуть постоянно пытаются убить кого-то и периодически у них получается то есть они оба особо агрессивные в принципе с безумными я такого вроде не замечал но да мне кажется такого нет чтож третье оборона крепости у нас уже три дыры в обороне и надо сказать это солидная солидное преимущество но так как они нападают сосками которые я же говорю ждут пока покатали он даст отмашку не факт что у них еще что-то получится пока мордор воюет сам собой средиземье само с собой не воюет по твоему это крепость курганы гули которые были так я тоже хотел бы на это посмотреть я мать его очень бы хотел на это посмотреть но сраные укротители не смогли это возьму мне дать вообще хотя там и были и гули и пауки и карагоры и грауги все что только можно а все почему а все потому что разработчики такие молодцы а кто это у нас тут прибежал талио нас кушать а кто это у нас не может талио найти а что это у нас за карагор такой тут но там ты и помрешь а эту точку уже захватывает какое-то чмо может а ничего скорее все будет убегать потому что может быть хотя вряд ли моргайские мухи сами собой не падают народная мудрость мордора пробьет тяночку али нет ну сейчас они захватят эту точку и пойдет движ конечно скажем так они являются маховиком войны 2 чернозубый парни они дрогнули давайте их порвел к черту о разрушитель это я люблю замечательно да 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 этот продолжает тупить но он рано или поздно должен же сломать ворота не факт не факт а так как у них тут никакого вообще никакой связи нету то в принципе они не узнают даже если все стены будут разрушены он будет стоять и лупашить эти ворота потому что начальник приказал ворота надо уничтожить и плевать на хрен что это никому не всралось . а все потому что он уничтожает ворота не в мордоре не в крепости он уничтожает ворота будут здесь они вот тут у него тупую башни железный скакун мне понравилось как он выглядит но на самом деле он является ничем иным как грёбаной соской которая нихрена не сделает но они конечно же захватывают точку за точкой поэтому там за воротами а точнее перед воротами ребятам придется ой 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 как туго ворота головного мозга знаешь а даже интересно кто же он такой а дайте посмотреть ему в лицо да не все разрушат стены он до сих пор будет ломиться ворота да скоро этот форт и кишки всех его обитателей будут в наших руках а когда они будут мы даже не будем знать что с ними делать сука ну почему а нет я уже очень хочу парень да я любя хотя до любя такое не сделают так а а это между прочим на минуточку буквально предводитель обороны но не удивлюсь если такая оборона захлебнется но он сломает их рано или поздно или мне надо будет как-то что-то сделать посмотрим поле он уже летит посмотреть чего там такое творится ребята наступают со всех сторон здесь сейчас будет конечно же одище прямом и переносном смысле наших тут четверо но подожди а каким образом таким образом это же вот тот парень это же что обманул смерти мне этого не сказал рогатый властелин и он не мертвый прикольно обманул смерть за кадром он не гордый он особо не кичится он не приходил на поклон талиону ничего такого не говорил но обманул смерть и он защищает обратно крепость своей немножечко изувеченной тушкой прикольно мне нравится эта потасовка но без мертвого солнца мало кто взрывает хотя рогатый властелин все-таки немножечко подрывает а вот разрушитель разрушитель который не а лог разрушитель разрушитель а разрушитель разрушитель который просто разрушить и разрушить или и он он подрывает авторитет талиона вместо того чтобы подрывать нападающих орков конечно все стены будут разрушены а этот долбогрыз будет ломиться в ворота ну наверное когда-то он их вынесет подожди-ка он отошел от ворот ему все-таки сказали что надо идти так но наши здесь конечно же падают а давай-ка все-таки воздадим ему честь ну извини я пытался приходи говори мне что я смотрел как ты умираешь мать еще и какое-то чмо блин здесь проявилась ладно талион сделал все что мог даже собственной жизнью по жертву почти защитник что же он нападал то этот защитника ребят а поделитесь жизнью чуток вот ты например я кстати помню не помню как эта игрушка называлась но я помню игрушку где бегаешь гендальфом а сука старая бегаешь гендальфом отбрасываешь по моему оборона это было не на стиле это даже того же самого не факт я могу и путать но в общем оборона чего-то там бегаешь отбрасываешь лесенки а пытаешься не дать нападающим подвести к стенам орудия вот эти даже не орудия этих именно не знаю как это хрень называется передвижное устройство грубо говоря бтр когда там бах ломаются стены ломается все что угодно и вылазит туда орки а новые поднимаются по лесенке и посмотри как они четко здесь выруливают а подожди а это мертвое солнце но если это она я уже не успею вас пасти нет это был разрушитель разрушитель который помер я даже не успел заметить когда его убили и там кто-то умер зверюга да что же вы изверги сделали они побрили его сперва конечно он умер он только от этого и умер блин мать его а зараза ту точку уже взяли почти слушай а тот полудурок где предводитель то наш а атаки тут куча народу часто . будет захвачена и я так понимаю мы увидим выход правителя не всего но не факт подожди а это кто это ли не он сейчас он там на него не удается настроиться но ладно хорошо то . взлетает все понятно ты посмотри ты посмотри они даже легендарных привели вот она мне нравится почему первое первая обороны не было такой а сейчас я так и понял ты хочешь убить талио все ясно . потеряно подожди это там было до собиратель трофеев мы захватим этот форт парни теперь это уже не кажется таким смешным без страшный как ты мог как яма блин сюда ломится просто толпе ну что ж выход правителя я думаю уже обеспечен смотри-ка смотри они должны еще здесь осилить парочку уродов просто потому что должны эти уроды они отхватывают во разрушитель могильщик помер еще пара тут доведены практически до экстаза робкий легендарный командир мордой в пол упал отлично здесь осталась одна бледная тень обороны и до мертвое солнце пола но кому я не всегда же должно воскрешать поднимать он взял все что мог я тоже не устрашимый да наши парни посыпались конечно но как иначе здесь и при этом эти твари продолжают гореть замечательно хозяин разрушителей тоже помер и на прощание подорвал этих козлов мозгает и все кровью тоже сдох до чувствую много кто обманет смерть чтобы прийти сказать талиону какой он хороший хозяин брат и убийцы истребитель приперся еще немного парни еще немного вы пойдете нахрен потому что еще немного я сорвусь и вклинюсь в эту хрень и разорву в клочья все это дерьмо но не факт наш правитель вступает в бой но посмотрим пока я жив это крепость принадлежать светлому властелину да что ты все перепутал светлый властелин это гребаный кел и он давным давно уже сосет у соурона или что они там делают я не знаю это их личное дело я не осуждаю так ухты вот эти парни завоюют мордор конечно обязательно ребят отстрелите его отстрелите эту суку давай хочешь меня ударить да ударь меня ну вот я здесь соска так что у нас творится здесь а ложка пока жив так мне бы неплохо чтобы вот этого парня не уделали еще с огромной мать его силой ай-яй-яй таким быть они тупо захватили точку или что я вот за этим не следил ну да обычная третью оборону не проводил с такими-то проехами но безрассудный захвачен в плен откуда-то взялся легендарный хер пойми арбалетчик жить а где безрассудный то же плен захватить почему они увидел на глобальной карте вне армии или он в глубоком плену а на удивление до выжил щитоносец которого просто никак не убить и где он захвачен в плен но это подло как так или может быть он где-то сейчас есть все таки на карте в этих вот ими ивентах пардон а не подожди секундочку да 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 то ли он это мы слышали если понятно а где он захвачен там плен короче они уже успели казнить да получается так эх а жаль 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 я бы хотел увидеть как он сражается на сетевой арене но маги мордера поэтому я так не люблю сдавать крепости здесь потому что никогда нахрен не знаешь кто выживет а чаще всего не выживает именно те кто так дурак тебе что ж это было зачетно и наконец таки между прочим не в последнюю очередь за счет того что ребята более менее вменяемые не то не такое говнище которое было в первой атаке во второй атаке и вот это все ну и да наши дыры конечно же сказались но все таки а что там у нас за вендето давным давно не ходили и давным-давно просили отдавать почему бы нет почему бы на хрена нет тем более что репки орки нам нужны единственное чего я не понимаю вот откровенно да 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 я я не рассчитывал это так рефлектор нажал чего я не понимаю какой прикол такой интерес зрелищность чем в обороне еще даже если представить что они будут стопроцентными ищейками прям на всю тысячу мать его процентов даже если так чем фишка чем это будет интересно нет сам факт того что не было обороны ищейками и вот галочка чек все остальное это все классно это понятно но в чем тут же зрелищность это же вся игра о вот этих вот хитросплетениях перипетиях талиона задницы в которую он постоянно попадает его кто-то придает он кого-то убивает кого-то позорит кто-то его позорит кто-то обманывает смерть кто-то еще что-то вот этой вся фишка а здесь на оборонах это же зрелищность исключительно зрелищность к сожалению почему-то разработчики не сделали так что во время обороны кто-то может устроить засаду талион ну по крайней мере я такого не помню или обмануть смерть почему бы нет только что его убили на первой точке а доходит до 3 точки и все да но это же было классно бы почему нет почему этого не сделать рискует оказаться отличным гидом по миру я посмотрю это было просто шикарно потому что это добавило бы вот магии мордора и спасителей почему почему на обороне хрен с ней с сетевой окей хотя и там тоже ну как бы почему бы нет подбросили монетку орел пришел спаситель решка ну извините то ли он идет нахрен почему этого не сделать что такого что тут такого тем более что я считаю это было бы справедливо потому что это есть у всех это не такая конченная стратегия как те ребята которые думают ну вот блин а я читера нафигачу у себя в крепости и типа ну и похер что на меня туда нападают другие люди особенно люди которые играют на плойке которые в принципе даже при очень большом желании не смогут себе этих читеров сделать и что такие люди делают идут нахрен вот если ты тот человек который пишет мне что это нормально один из многих кстати что нормально это абсолютно нормальная эволюция игры читерства подумай о том что очень многие люди на плойке на консоли на xbox я не знаю скорее всего есть эта игра на xbox же они просто нихрена не могут сделать они нихрена не могут противопоставить только исключительно завербовать читера а изначально это выливается просто кровавый понос часовой а то и полутора часовой чтобы это сделать так секундочку сначала хочу посмотреть на этого аллога подумай об этом потому что очень многие вот эти вот борцы за справедливость так называемые параноидальные борцы за справедливость они думают не о людях они думают исключительно о себе а когда ты думаешь о себе тут и не борец за справедливость и за продвижение игры ты единоличник которому насрать на других людей по большому счету пойми это и смирись с этим хотя это в принципе я думаю тебе и не стоит как-то рожевывать ты сам это знаешь танк со шрамом мастер ядов толсто жопой ну почему бы и нет это его черная раскраска рубака вернулся чтобы снова ранить меня давай договоримся рано за рано мне нравится больно я думаю что честный будет и тебе доставить удовольствие а это для меня не удовольствие понимаешь вот и он тоже он все решил за меня ни хрена себе подходи принимай на да так как у тебя толсто жопость надо тебя рубить прямо со всей дури у тебя же это нравится ну так не обижайся прямо кайфует я смотрю да о вошел в колею ей отлично еще разок и будем вербовать да ну как же ты оказался то здесь а ах ты сука воспользовался случаем да блин суки а как же мне это не нравится а знаешь что раз вы такие такие ах ты падла кусок дерьма вот урода ладно ну ты понял да давай то ли он давай давай отлично они еще стреляют не к нам мой косяк я этого не заметил но тогда нахрен тебя ой да не ной поплачешься потом сученыш рубака сколько ты уже меня резал и рубил однако вот он я перед тобой радуюсь каждому шраму а теперь давай с тобой расплачусь за каждый удар чем же ты будешь расплачиваться давай ты будешь расплачиваться своими зубами а железная воля никуда не делась вот же кусок дерьма упрямая ладно хорошо подождите парни подождите ладненько козел конченый узнаешь что теперь ты врешь давайте парни убивайте его он как бы наш сука ты со своим отравленным оружием будешь очищен подожди ладно я вас понял ребят я все понял все должны умереть чтобы талиону было хорошо на на ах да пошли вы зараза кстати по моему мне докажется что все таки на сетевой виндете распространяются законные правила те которые выбираешь ты сам я имею ввиду уровень сложности могу ошибаться но мне так кажется потому что урон здесь от обычных орков по моему больше ты же понимаешь что тебя сейчас еще больнее будет чем прошлый раз да потому что на сетевой на сетевом завоевании там четко видно что там именно усредненное какое-то усредненный уровень сложности для всех что принципе логично и что более того справедливо но здесь мне кажется но опять же мне так кажется так ну что вызываем гида до нашего ребята сколько там еще вас должно умереть четыре человечка а тебе лично то ли он передает привет отлично но и тебе тоже почему бы не будет и такое с вами последний он там то ли он уже выехал за тобой раз два сосредоточенность закончилась и орки пропали и взрывы идут кровали крушитель 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 чё зараза железной волей но я же говорю он все-таки может оказаться очень неплохим гида так а наверное пошли вот туда только сперва возьмем стрелы подсаде зараза ах ладно я не могу удержаться бу крушитель 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 да 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 но так как хрен знает чего от тебя ждать то держаться надо на почтительном расстоянии правильно лысый вот я же говорю ребят крушитель убежал а ты за ним следующее а что ты делаешь такое вот отлично главное чтобы он не разъярился хотя эти истребители блин меня пугают ничего это не наемный убийца пускай попугает немножко стреляем него давай ну ах ты так на умри за меня и ты тоже так давай-ка поищем ребят все-таки это делается именно для того чтобы найти интересных орков там ловится за мной да пока что на горизонте пусто но пошли дальше я здесь если что я здесь просто напоминаю держу в курсе скажем так а тут вот эти вот все юрты это хрен его знает еще потеряет надо да давай рассказывай мне как ты меня догонишь и выпотрошив вот это все да волны что-то типа сокрушу тебя краши вы что-то да пошел да 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 молодец ты просто умничка ты вообще отлично за мной ломишься но держаться надо от тебя подальше единственное что и другие орки как будто бы прознали и посмотри все перепрятались алё не единого здесь же вообще-то их должна быть тьма на минуточку посмотри на эту толпу где они все а этот где ну ладно его там и мы можем вычислить но нет где все остальное не понял гид кстати отлично идеальный магия мордор умеет прятать наш не единого знаешь мордор выбер о и этот отолог я до сих пор железная воля сама судьба заставляет меня часто сделаете да а ты сюда заползешь нет ну не факт что заползет поэтому давай вот так тебя догоним немножко дальше да 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 ты чем меня потерял что ли эй он меня потерял немножко извини что я без уважения там спиной ладно достаточно близко давно собирался убить тебя но отвлекался на другие дела какие стоять тупить ну согласен это дело важное это тоже нужно давай по стариночке да с тобой пока крушитель не прибежал о ну тебе нравится я понял нэйс давай еще отлично чистым будешь капец это идет очистка от железной воли ща посмотрим сработало или нет лови на то сломалась суча это железная воля рубака может быть я сохраню тебя жизнь ха не ты посмотри насколько он последовательный своих действиях это раз он всегда по два раза будет приходить а во-вторых насколько он упрямый я понимаю что ему сделали трепанацию я понимаю что у него там вообще и так черепная коробка небольшая ну сука блин я пойду посмотрю рубака далеко или нет в принципе нет но че ты там встал ладно часто из опять заморозишься да со своим ядовитым оружием вовремя то ли он тебя заморозил но не вовремя начал рубить да парни да пожертвуй жизнью во имя сука блин темного мать его властелина алё ты посмотри какой он стал а а я пополню жизнь рубака полу там залипает очень и даже хорошо ну ребят за счет вас а что ж поделаешь да а но как бы счет такого найти мордор реально умер вымер а сейчас то аленова не заморозит вот так вот вот термоудар тебе только не умирай пожалуйста а все вовремя остановиться это это все очень очень важно слушай ну это уже традиция наша с тобой да можно так и двинется долбанется башкой а маньяка еще завербуем вот спасибо тебе за то что ты приходишь мгновенно сейчас еще понравилось да я знаю на этот раз ускажет надеюсь ты хорошо отдохнул потому что так запросто диалога даже не оцарапаешь да какой там запросто я мое я тебе уже столько раз мозг промыл подожди 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 а он вроде как нет ни хрена он не понял его вообще бронелобы до конца как хорошо что гид стоит и нет ну извините нехер так аккуратненько надо он уже не от ален нет не надо так делать ладно я промахнулся он промахнулся мы оба промахнулись да подожди я не сомневаюсь что он скорее всего еще может даже очень с первого раза убить ну что пятый позор сколько можно на лови лично его вендето а вот даже интересно мать его вот даже интересно не уж то пропала нет нормально держится ладно пошли дальше поищем до отдельное спасибо вот этому парню за то что здесь постоял дал возможность по воевать железновольным а логом а теперь только начал ходить эй я здесь да побежали да здесь здесь все увидел и не 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 надо вот вон не надо этого ты так хорошо без этого бегал и тут пошла херня такая давай сломаю а то мало ли она тебе может еще бежать мешает кто его знает но пускай все дикари приходят ко мне так 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 давай туда сука как метко стрельнуто молодец прям просвистела над ушком но что я не понимаю этого юмора но обычно тут орк на орке бы а сегодня у них у всех выходной да это даже занятно нет не у всех но это копийщик слушай а ты вероятно хочешь в армии танку давай она приползла сюда а этот тронутый долбанулся окончательно и все на моем на убийце между прочим не хотелось бы чтобы он случайно убил то ли она это очень даже может быть ну я бы взорвало просто за счет того что он конченый только благодаря этому он может попасть в армию талиона подождите парни подождите я нихрена не вижу алё вот так обожди давай-ка я немножечко пару раз подорву это пламя и пару раз здесь вас по чикаю вы же за а ты как насчет заморозится еще разок от ука да на вот зараза ну как же так и до него не долетела это пламя блин а я не понял двух вещей ну это конечно же скорее всего связано с обыкновенной теорией вероятности да вот с рандомом потому что был такой голяк и орков практически не было видимо не в какой-то конкретной точке там прям дожидались талиона и до нее просто не добежал но блин как же мне понравился это лук который стоял на своем и постоянно возвращался он прям сделал эту оборону виньету это было прикольно я оценил могу сказать с уверенностью я реально оценил но знаешь вот как бы тоже тут вот вся фишка в этом рандоме потому что если бы его не было она но по факту все теряет смысл этой игре потому что именно благодаря рандому ты получается четко но я не знаю четко не видишь не знаешь что произойдет и каждый раз возвращаясь в игру она получается рогаликом классическим талио я звал тебя хозяин истекая кровью звал тебя ты не пришел теперь я пришел за тобой а что я говорил то я говорил я рад в принципе я рад что ты пришел за мной железная воля на да сломается железная воля моя очищение от железной воли идет полным ходом но третий раз пожалуй не будем очистить на тебе один раз и все все понял а ему так даже лучше с одним глазиком и с этой вот мордашкой на промывание мозгов чет понял ничего не понял эх ничего он так и не понял я уверен он ни хрена не понял ни хрена не осознал нет он все понял и осознал молодец ну погуляй пока на вольных хлебах да угасись там где-нибудь давай поищем орков после лекция что такое что это них не уходит так ребятам третий взорвется смотри чудо я предсказал будущее так надо было подставить меня урод да да я знаю иди сюда иди туда стали он не может определиться давай 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 подарить подарки подарки же их какой же ты урода ты все видел да 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 кстати был заказан таких парней палками с шипами чем бы нет тем более он такой стоит и такой качок подходит и под одну селекцию под другую селекцию и под третью и под селекцию седовласых с пучком где ты раньше был на сетевой арене время отдыха прошло хозяин вот что характерно опять таки ладно окей не приходят спасители на сетевом завоевании но мать твою на сетевой виндете ну почему нельзя ну почему мать его а вот этот вот умудок с балалайкой нахрен который сделан честь разработчика который помер который я глубоко чту и уважаю но этого умудка я терпеть не могу потому что он приходит тогда когда его наименьше всего ждешь у меня лично так давай зеленая борода чё ты обхаживаешь обхаживает еще чё-то а сейчас тебя тоже нет ну ты сломаешь меч я знаем не придется тебя убить я рожден для того чтобы подчиняться я рожден чтобы подчинять и раз он завалил этого ух ты какой угол какой твою мать зеленый на все 200 она еще и не ящейка ну конечно это это прикольно бесполезная хреновня ну как бесполезная хреновня давай четко разграничим против талиона против талиона против талиона ну ладно ну ну и понятно его же талион как бы его бесит нежить он вообще полностью против талиона ну это вот алион которым я играю с нежитью и со всеми потрахами но ты посмотри он зеленый с зеленой раскраской причем таковым не был ну то есть у нее не было никакой раскраски или было да нет не было у нас прям гордость моя азлар лягушатник кстати по моему по моему ну да он понятное дело что он зеленой расклад раскраской именно из-за того что он лягушатник но по моему он первый аллок лягушатник на моей памяти в армии талиона вроде бы вот это прикольно кстати вот хозяюшки на заметку скажем так вот представь себе ситуевину в которой вот допустим если ты играешь и допустим если у тебя и видеокарта nvidia и допустим если тебе интересно попасть в видео то видео о котором я говорил в начале серии то это отличная схема даешь шанс кому-то орку а логу неважно оно становится каким-то интересным может быть легендарным может быть выше может быть обычным но интересно ты отправляешь его на северную арену он делает там что-то неимоверное невероятное это все ты записываешь одной кнопкой тем более что shadow play это позволяет сделать очень скажем так в щадящем режиме без особой нагрузки на видяху без каких-либо проблем заливаешь на youtube даже без монтажа и все ну хотя конечно монтаж было бы неплохо но тем не менее если ты вовремя нажмешь включить запись вовремя выключишь монтаж то и необязательно по сути только если ты хочешь добавить какие-то свои комментарии и так далее ну в общем я думаю концепт понять мне очень понравился этот лягушатник и мне хочется посмотреть что он мне нахрен скажет приличной встречи да этот парень тоже молодец прям сегодня день аллогов до военный совет а чей ладно лягушатник я тебе так не я что что думаешь я не смогу тебя найти вычислить да ладно где ты мать твою находишься а это было здесь это было ну пойдем посмотрим что он скажет ибо я убил тебя то ли он хочешь повторю а вот хочу а вот почему бы и нет то ли он а между прочим только то и делает что раз за разом повторяет обман смерти то ли он у надо прибегать корку и такой а хочешь фокус покажу фокус кстати затяжной ну тут кому повезет ну качок победил седой но это еще не значит что им повезло решиться головы это такое себя везение а знаешь что мне ты нравишься визуально сука то еще иди иди короче ребят он больше не придет обещаю да да жду конечно не соврал за это я точно получу повышение ну может и повышение получишь а может быть и убьют нахер кто его знает маку подтяжки к набедренной повязки это вершина урачи моды между прочим наемный убийцы почему ну почему ушастый ну как же так да ты еще такое которого ай ладно но мы идем поговорить с лягушатник француз значит как бы хотя это все конечно же стереотипы и все дела абсолютные так мне так нравится как парни крадутся посреди улицы просто и наталья тоже как бы не лучше но следопыт ему положено он он не может иначе он просто не может иначе подожди а что здесь такая плотность населения ядреная ну да что-то двинулась и что ты и оставил ее умирать я такой ошибки не сделаю вот и умничка моя безрассудная вернулась замечательно я уже думал это таля без безвозвратно потеряна единственная я вот не помню что у него было но что-то хорошее он заменил чем-то плохим железный мать его всратой волей чтоб тебя козла кусок на 1000 смеешь сидеть на моем карагоре до карагор то меня не предавал а ты для предал парни поднимайтесь наверх мы с вами поиграем хотя ладно я и здесь могу с вами поиграть вот это их порвало в говно так я возвращаюсь к тебе ты же не думал что я о тебе забыл не надо так думать тебе понравилось сейчас понравится еще больше сука но тебя уже просто дело принципа взять и вернуть его в строй если раньше я смертельно обижался на таких умутках особенно когда пытался их спасти а ведь он знает хотя нет он не знает он не знает что я жутко расстроился по тому поводу что его не обнаружил меня армии но только поэтому я его прощу на короче только не сходи с ума он арнул класс вот зато люблю магию мордор и лучше я дам шанс вот этому аллогу или он там лучше вот этому смотри ты же думаешь ты какой-то особенный так супер тарк ну скоро ты станешь дохлым тарком такая просто морда и тебе ненавижу я прям чувствую у него в глазах написано и убью тебя я съем твои глаза подожди раскройся и раскройся а нет ты не качок ну давай ты пресс 2 не не давай 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 ну ладно я все понял я все понял у вас блок моральный блок давай я выключил тебе блок ты должен ты должен да молодец умничка прям ромашка ну давай они еще такой башка здоровенная рожа здоровая отбитый на глухобой да вот от кого не ожидал так это от тебя если ты достаточно долго смотришь канал то ты знаешь как я любит отмечу смерть только смерть но он всегда может обмануть смерть танк надо же да ну ничего зараза и не дают поговорить с лягушатником ведь но можно было бы сказать что я сам виноват потому что я как бы в это вписываюсь но кого он я всего лишь следую зову сердце скажем так ну и селекциям которые комментариях запрашиваются почему бы и нет приятное с полезным всегда очень даже замечательно объединить она пошла туда там так и написано а желательно чтобы италии он прибежал вот по этим следам куда-нибудь на возвышенность потом смотрит вниз а там написано фак юталион ой ладно все так она поползло туда взял и привел с собой рогатого властелина который нахрен уже безрогий властелин на минуточку вкусняшка я вижу так завелся новым мечом это хорошо да конечно не знаю как насчет хорошо но поверь мне ты вряд ли это переживешь очень вятны о как следопытишка когда-то я служил тебе я пережитрил тебя я насрал на службу и теперь я тебя убью да хрен тебе ты понимаешь хрен тебе серьезно какого ты вообще лепишь а так дайте отсюда выйти вообще не понимая что нахрен здесь происходит здесь взрывает рогатый властелин на 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 и на а теперь теперь я здесь сука все подожгу понимаешь вы все нахрен сгорите здесь огнестойкие некоторые ублюдки здесь не сгорят это факт но ты же танк да ты так просто не сгоришь ну ничего хотя с другой стороны в принципе как раз именно сгореть он и может так просто или быть застрелены ну а почему бы и не отказать себе в этом удовольствии взять его и застрелить как тебя сука ненавижу когда они так делают и я уже предвижу эти комментарии саша так можно же поменять меч когда ты находишь а лога которому хочешь дать шанс да можно все это сделать можно но это убьет магию мордора как убьет магию мордора и у убиение спасителя но если я спаситель и отключу это факт это просто факт на на и на я тебя убивать не собираюсь сука да парни рубим его на тебя это было стремительно это было бодро и мы посмотрим все таки сегодня левушатника кстати у тебя железная воля прошла или нет ну так просто спрашиваю я просто интересуюсь да 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 вот видишь и не водись больше с этими ублюдками а то они тебя только плохому научат я-то знаю сказала самое главное зло мордора так где блин лягушатник я когда-нибудь же до него дойду на молодец все понял умничка но ты там пошарся пока лягушака я хочу просто я просто хочу посмотреть ему за я просто хочу услышать что она скажет просто хочу по идее он бы должен был но это если бы у разработчиков было чуть чуть побольше фантазии сказать когда увидит алена сказать как же я тебе благодарен я был никем я был обычной сука белой пустышкой саной лысой соской надеющийся на что-то не знаю на что а ты ты сделал меня капитан ты сделал меня легендарным ты вложил мои руки ядовитое оружие и два высших перка одарил меня чем только можешь я буду служить тебе просто так сука найти убью но нет этого и близко нету потому что но если говорить языком феминисток стрелочка не поворачивает да мать бы его давай поговорим давай ой поле он давился об стеночку голову какая встреча лети же мой вестник смерти раз десять раз срабатывает человек соотношение не в твою пользу это точно жаль что он искал что нибудь особенно потому что выглядит он реально особенным зеленая ложка левуша ты привел какую-то с собой суку истребитель труп алис ну да повели чем я не умею умирать я возвращаю чтобы служить всегда always отлично ты во время кстати не все же говно будет нас придавать кому сколько можно да здесь будет стенка на стенку только не убивай пожалуйста ли гешатника сука ладно можешь его немножко ударить а у а слышь больно наверное а у ребята с фитильками подошли и долбанули там все разом ребят ребят подходим сюда здесь стали он рассказывает бесплатные сказки смотрите-ка смотри а вот это чмо сошло с ума и начала просто выносить люто жестко а дай немножко вот этому парню по морде а ну или по спине почему там получится потому и дай в общем я не привередливый взрыватель по моему здесь нахрен поджег все убежал туда а кто у нас здесь прячется на нет а так нет ну ладно нет так нет кстати я же это совсем забыл я мое как же мог как можно мой любимый меч 90 уровне единственные своем роде я жду 100 но конечно же его не будет но я жду для жаль нигде не написано сколько раз его ломали потому что по моему если я не ошибаюсь его ломали уже раз 20 да ты сука это было обидно а ничего то ли он что я немножко не это планировал правильно кто же меня спрашивает да ну блин уже он дикий мне нравится на знаешь что пойду-ка я восстановлю силы талион когда отравлен будто по болоту бежит подождите 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 нет нет и яй что что ж ты наделала а это говеный труполиз его убил да да ладно но твою мать все козли тебя блин а вдруг он обманет смерть хотя хер он что обманет твою мать лягушатник магия мордора дала магия мордора взяла вот к а уберем убей его казни казнь 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 оторви ему лапы сука я хотел чтобы оторвали башку или лапы а ну блин эх может ты станешь ты же всего лишь притворяешься да я знаю что ты притворяешься встал а он есть на карте есть но это будет чудом если он обманет смерть потому что обычно и не обманывает смерть если их убивает не то ли он с другой стороны он то ли она убивал до этого нужно было бы чтобы он убил потоле она не раз зараза ну как так даже обычный разговор стали он может обернуться смертью для орка и после этого кто-то будет утверждать что не то ли самое главное самое верховное зло эх но я же говорю мой магия мордор дала магия мордора взяла я очень надеюсь что тебе понравилась эта серия потому что я кайфанул нереально и от оборон и от последующей магии мордора в виде всяческого мракобесия и селекции которую мы сегодня провели если понравилось поддержи видео лайком если есть что написать комментарии они открыты выдавливайте себя ничего не нужно ничего нечего сказать ноу проблем если же тебе нравится канал нравится мои старания нравятся и другие игрушка на канале и ты хочешь меня поддержать оформь спонсорскую подписку за это тебе респект уважение и бонусные видосы по субботам и по воскресеньям еженедельно а ребятам которые уже являются спонсорами канала огромное человеческое спасибо за то что помогаешь мне просто вот двигать этот локомотив наш с тобой вместе уже давным давно более четырех лет вперед не останавливаясь и набирая новые обороты это дорогого стоит на этом сегодня все большое спасибо за компанию и ба бай а